Здравствуйте! Вы позвонили в компанию ООО «Актив Бизнес Коллекшн». Информируем, что все разговоры записываются. Здравствуйте! Меня зовут Валерия Анатольевна. Я являюсь специалистом административного обзывания ООО «Актив Бизнес Коллекшн». Все разговоры записываются. Какому вопросу вы звоните? Да вот я бы хотел узнать, по какому вопросу вы мне шлете смс-ки с угрозами. Это Иван Викторович? Нет. Судачение с угрозами вам выступать от нас точно не может? А как я могу расценить смс-ку с неизвестного мне номера о том, что в ней, говорится, сейчас ко мне подъедет группа по взысканию? Взысканию чего, блин? Может быть, специалист по взысканию? Да похуй, специалист по взысканию. Что он будет у меня взыскивать? Расскажите-ка мне. Викторович, что к вам никто не приедет. Нет. Я, я, меня зовут совершенно по-иному, вопрос не в этом. Вы шлете мне на мой номер вот подобного рода смс-ки. Мне на нее как реагировать? Это правильно сделали, что перезвонили. Я тогда сейчас ваш номер удалю, у нас есть два данных. Я говорю, мне-то как на нее реагировать? Объясните. Как он не реагирует? Вам по ошибке поступило. По ошибке поступило. Ну хорошо, удалите. Еще вопрос. Вы, пожалуйста, выбирайте время, когда вы рассылаете подобного рода смс-ки. Люди иногда спят, у них бывают маленькие дети и прочие истории. Ну это же не я, раз сообщение рассылаю, а программа. Блядь, ну там номер телефона, по которому я звоню. Вот в это смс-ки я набрал номер телефона и услышал тебя. А ради необязательного я рассылающего. Ты ее рассылаешь, блядь, не ты ее рассылаешь, мне ее поебать. Блин, я с вами на это не приходила. Мне поебать, кто, понимаешь? Всего доброго, до свидания. Он приходит с твоего номера, ебаная ты дура, блядь. Кто он свой, выбирайте. Заткни пальцем и узали номер, блядь, людей, которые ни при чем. Мне очень жаль ваших детей, всего доброго, до свидания. А мне тебя жаль, блядь, работу найдешь. Здравствуйте, вы позвонили в компанию ООО Active Business Collection. Информируем, что все разговоры записываются. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию ООО Active Business Collection, меня зовут Нинарочкина Галина Владимировна, я специалист административного изыскания. Наши разговоры записываются. У нас по данному номеру интересует... Это вы, Иван Викторович? Я взялся, это Иван Викторович. Нет, я у вас спрашиваю, я ничего не взяла. То есть данный человек вам не знаком, я правильно понимаю? Не знаком данный человек, Галина. Знакомо или нет? Знаком. Скажите, пожалуйста, а можно вас тогда попросить передать Ивану Викторовичу номер контактного телефона? Сможете это сделать? Давайте начнем сначала наш разговор. Я говорю, что за хуйня в виде угрожающих смс-ок приходит на мой телефон? Давайте вот этот. Я не вижу, что вас прям напугали сильно. А как я могу к вам обращаться? Меня Сергей зовут, Галина. Сергей, а что вы в смс-сообщении? Мне у меня когда-то приходит смс-ка о том, что ко мне собирается кто-то выехать. Я как эту смс-ку вожу на студенте Галина? Ну, наверное, не с таким большим испугом. Вы же позвонили, чтобы сейчас это все прояснить. Я же вам пытаюсь это объяснить. Кто приходит в 10-м сесту вечера, это тоже нормально, Галина? Ну, до 22-х часов, да, и звонки, смс-сообщения по закону могут поступать. К какому закону я не взаимодействую с вашей конторской Галины? Кому закону я не взаимодействую с вашей конторской Галины? Сергей, Сергей, я поняла вас. Сергей, я поняла ваш вопрос. Плюс, возможно, что Иван Викторович оставил ваш номер как дополнительный контактный. Почему именно вам поступают вот данные звонки? Поэтому, если знаком вам этот человек, вы эту ситуацию можете прояснить. А давайте, Галина, расскажите, другой вопрос с вами, Владим. Когда вы где-то регистрируетесь или свой номер мобильного телефона вписываете, вам как минимум приходит смс-ка с кодом на подтверждение этого номера телефона. Я как-то подтвердил согласие на то, чтобы мой телефон использовался как дополнительный. Вы знаете, вот эту информацию, которую вы мне сказали, я слышу впервые. То есть, банк правит требовать от заемщиков дополнительные номера телефона. Соответственно, эти дополнительные номера люди дают родственникам, знакомым, сослужившим, соседям, друзей. Поэтому вы этот вопрос... Телефон администрации президента. Ваша конторка их не прозванивает президентом? Ну, давайте, давайте, давайте мы не будем сейчас уточнять президентские номера. Давайте, давайте, я вам пытаюсь намекнуть на то, что я согласен в взаимодействии с вашей конторкой. Но, тем не менее, вы считаете, возможно, в 10 вечера мне слать смс-ки и отыскать людей, Галина. А вы у Ивана Викторовича этот вопрос уточняли? А мне это нужно, Галина? Ну, это же он оставил, не я же ваш номер оставила для контакта. Нет, вы, как контора, вы должны подтвердить номер телефона, когда вам оставляют? Вообще он реальный, нереальный. Мне кто-то не звонил, когда Иван Викторович оставлял. Понимаете, Сергей, понимаете, Сергей, ну и люди, да, и, соответственно, мы тоже должны верить людям, которые предоставят. Если Иван Викторович спокойно достает номер и говорит, да, вы можете этот номер использовать как контактный, то не всегда этот номер может проверить. Да, что готов тот человек, если человек дает, соответственно, это подразумевается, что это отговорено. То есть Иван Викторович на тот момент, может быть, брал у вас согласие. Этот вопрос вы можете, я говорю, проконсультироваться у Ивана Викторовича. Не давал, а он не давал, чтобы избежать дальнейшие вот эти звонки и беспокойство в вашу сторону. Повторю, мне никто не звонил. Иван Викторович, я вам ответила, вы сейчас предъявляете мне претензии, а я вам сказала, что вы лучше уточните Ивана Викторовича. Для чего, послушайте, я еще раз говорю. Ну, для того, для того. Послушайте, послушайте, Сергей, я вам ответила, я вам ответила на все вопросы. Давайте мы сейчас... Но если вы меня не услышали, если вы меня не услышали, я ответила, я вам ответила, я вам ответила на... Завтра я иду с ними в прокуратуру, уважаемая Галина. Как ваша контора еще раз называется? Актив бизнес коллекция. Сергей, я вам уже дважды назвала, актив бизнес коллекция. Сергей, вы, пожалуйста, все вопросы прежде всего уточните Ивана Викторовича, чтобы не оказались в какой-то такой ситуации. Не проследивайте ни моего повествования. Спасибо. За что, Галина? Спасибо, что вы перезвонили. Всего вам доброго, до свидания. Ну, вы закончили, да, разговор? Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok